Здравствуйте, ребята! Сегодня урок русского языка проведу у вас я, Щепкова Ольга Алексеевна. Мы сегодня будем правила вспоминать, выводы делать и рассуждать. А чтобы урок пошел каждому впрок, активно в работу включайся дружок. А какое правило вы должны будете вспомнить, сейчас догадаетесь сами. Прочитайте слова. Будет, плещется, светит. Что объединяет данные слова? Обратите внимание на ударение. В какой части слова пропущена буква? Определите часть речи этих слов. Проверьте себя. Это глаголы. Буква пропущена в окончании. Окончания безударные. Сформулируйте тему урока. Совершенно верно. Тема урока правописание безударных личных окончаний глаголов. Сегодня мы решим проблему. Какую букву написать «е» или «и» в окончаниях глаголов? Вы уже знаете, что глаголы в настоящем и будущем времени изменяются по лицам и числам. И то, что глаголы первого и второго спряжения различаются окончаниями. Посмотрите на таблицу личных окончаний глаголов. Вспомните, какие личные окончания имеют глаголы первого спряжения и второго спряжения. Выскажите мнение, для чего нужно знать написание личных окончаний глагола. Итак, глаголы делятся на две группы. Первое спряжение и второе спряжение. К первому спряжению относятся глаголы, у которых почти все личные окончания пишутся с буквой «е». Только у глаголов первого лица независимо от спряжения окончание «у», «ю». А у глаголов множественного числа в первом спряжении окончание «ут», «ют», во втором спряжении – «от», «ят». Чтобы не ошибиться в написании личного окончания глагола, нужно определить его спряжение. Для этого глагол необходимо поставить в начальную неопределённую форму, не изменяя вида глагола. Например, «боремся», «что делаем». Ставим глагол в начальную форму, задаём вопрос «что делать?» «Бороться» – это глагол первого спряжения, значит, пишу букву «е». «Заклеишь». «Что сделаешь?» Ставим глагол в начальную форму «что сделать?» «Заклеить» – это глагол второго спряжения, пишу букву «и». Но не нужно забывать про слова-исключения. Ко второму спряжению относятся глаголы на «ить». И четыре глагола на «ать», «гнать», «держать», «дышать», «слышать». И семь глаголов на «еть», «смотреть», «видеть», «ненавидеть», «терпеть», «вертеть», «обидеть», «зависеть». Остальные глаголы относятся к первому спряжению. Плюс два глагола исключения – «брить» и «стелить». Для того, чтобы правильно написать безударную гласную в окончании глаголов, будем использовать следующий алгоритм. Рассуждать будем так. Глагол начальной формы заканчивается на «ить»? «Да». Относится к исключениям – «да», значит, это глагол первого спряжения. Пишем в окончании букву «е» во множественном числе «ут», «ют». Этот глагол относится к исключениям – «нет», значит, это глагол второго спряжения. Пишем в окончании гласную «и» и во множественном числе «окончание от яд». Если этот глагол не относится к исключениям, значит, это глагол первого спряжения. Пишем букву «е» во множественном числе «ут», «ют». А теперь возьмите листок и ручку. Сначала поработаем устно. Он что делает? «Клокочет». Ставим глагол в начальную форму. Что делать? «Клокотать». Это глагол первого спряжения. Оканчивается на «ать» и не относится к глаголам исключения. Значит, вставляем букву «е». Он что делает? «Грохочет». Что делать? «Грохотать». Оканчивается на «ать», не относится к глаголам исключения. Значит, это глагол первого спряжения. Пишем букву Е. Что сделаешь? Разбудишь. Ставим глагол в начальную форму. Что сделать? Разбудить оканчивается на ИТЬ. Это не глагол исключения. Значит, это глагол второго спряжения. В окончании пишем букву И. Что сделаем? Обидим. Ставим глагол в начальную форму. Задаем вопрос. Что сделать? Обидеть. Оканчивается на ЕТЬ. Но это глагол исключения. Поэтому он относится ко второму спряжению. Пишем в окончании букву И. А сейчас запишите последние три слова, вставляя безударную гласную в окончании. Попробуйте рассуждать так же. Готовы? Давайте проверим. Попробуйте рассуждение. Читаешь. Ставим глагол в начальную форму. Что делать? Читать. Оканчивается на АТЬ. Это не глагол исключения. Значит, это глагол первого спряжения. Вставляем букву Е. Он что делает? Клеит. Ставим глагол в начальную форму. Что делать? Клей. Ить. Оканчивается на ИТЬ. Это не глагол исключения. Значит, он относится ко второму спряжению. Вставляем букву И. Пишем. Что делать? Писать. Оканчивается на АТЬ. Это не глагол исключения. Относится к первому спряжению. Вставляем букву Е. Молодцы. А теперь давайте сделаем вывод. Чтобы правильно написать безударное окончание глаголов, надо определить спряжение. Для этого надо поставить глагол в начальную форму. Ко второму спряжению относятся все глаголы на ИТЬ и 11 глаголов исключений. Я вам предлагаю выучить стихотворение, чтобы запомнить эти глаголы исключения. Слышать, видеть и обидеть, гнать, держать и ненавидеть, и дышать, смотреть, вертеть, и зависеть, и терпеть. И запомните, друзья, их на Е спрягать нельзя. К первому спряжению относятся остальные глаголы и два глагола исключения – брить, стелить. А теперь давайте проверим ваше знание. На листочке запишите числа от одного до пяти в столбик. И я вам предлагаю выполнить тест. Около каждого числа вы пишите вариант ответа – букву. Найди глагол второго спряжения. А. Ночуешь, Б. Растаешь, В. Положишь, Г. Хватаешь. Второе. Где нужно вставить букву Е? А. Верите, Б. Любите, В. Ответите, Г. Тяните. Третье. Окончание какого глагола отличается от окончания остальных? А. Они склеят, Б. Они уколят, В. Они просят, Г. Они посадят. Четвертое. Найди глагол исключения. А. Бежать, Б. Увидать, В. Присмотреть, Г. Обижать. Пятое. Где нужно вставить букву И? А. Скучаем, Б. Дремлем, В. Обидим, Г. Вормочем. Молодцы! А теперь проверьте, как вы справились с заданием. Первый вопрос. Ответ В. Второй. Г. Третий. Б. Четвертый. В. Пятый. В. Молодцы! Вы все справились с этим заданием. А теперь на листочке запишите три глагола с безударным окончанием. Находите. Бросишь. Запомним. Постарайтесь исполнить алгоритм рассуждения и попробуйте самостоятельно выполнить это задание. Спасибо за сотрудничество. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!